Перемешаем колоду карт вот таким вот образом. И давайте также перемешаем по обычному, самым простым способом. И теперь попросим зрителя поднять сколько угодно карт. Он может поднять вообще сколько захочет. Допустим, он поднял столько. И теперь мы просим зрителя задумать любое число. Вот сколько он видит здесь карт примерно. В этом промежутке задумать число. Давайте, допустим, он выбрал число 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это мы убираем. И теперь мы просим его взять эту пачку, повернуть ее к себе и запомнить карту. Вот так. Давайте мы ее отложим. И я сейчас вам покажу мое предсказание. У меня вот здесь есть одна карта. И, соответственно, король черви. Сколько всего фокусов вы знаете. Многие до сих пор находятся в поиске все новых и новых обучений. А другие уже имеют доступ к Академии Иллюзионистов. Где более 3000 обучений на различные фокусы. А также постоянные обновления. У этого доступа есть один единственный минус. Он стоит целых 6000 рублей. Но до 10 февраля у нас для вас есть два бонуса. Первый бонус это то, что доступ к Академии Иллюзионистов будет стоить всего лишь 990 рублей. А второй бонус вы получите книгу «Черный гримар» в подарок. Переходите по ссылке в описании. Там все подробности. Лично от себя рекомендую. Потому что это огромный выбор фокусов с обучениями. Привет всем любителям фокусов. С вами как всегда Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами разберем очень хорошее навязывание карты зрителю. Которое я придумал сам. Оно очень классное тем, что все действия полностью делает зритель. Вы вообще не вмешиваетесь в процесс. И при этом вы навязываете ему нужную карту. Если вы хотите больше подобных навязываний. Смело ставьте лайк. Ну и конечно же подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а если вдруг ты не знаешь, где купить качественные карты для фокусов. Смело переходи в магазин 54karts.ru. Огромный выбор карт от стандартных до дизайнерских. Также есть мой фирменный набор Неро Янг. В который входит колода Bicycle Standard. И четыре специальные карты. Сам сайт вообще очень-очень простой. Буквально в пару кликов ты сможешь заказать себе хорошую колоду карт. Пользуйся чатом-помощником. Там тебе помогут выбрать хорошую колоду по твоим предпочтениям и бюджету. Ну и конечно же ссылка на магазин будет в описании. Переходи смело и закупайся хорошими картами в хорошем месте. Ну а мы переходим к подробному обучению на это навязывание. Это навязывание супер простое. Я хотел его включить в свой новый платный курс. Но подумал, что оно все-таки не очень сильно подходит на платное. Хотя довольно-таки часто его можно использовать. И оно идеально подойдет для многих фокусов. Вы навязываете карту, которая будет лежать сверху колоды. Давайте возьмем какую-нибудь красивую, хорошую карту. Давайте десятку пик будем использовать. Ее мы будем навязывать зрителю. И вам нужно перед тем, как показывать трюк, делать это навязывание, перемешать колоду, чтобы зритель убедился, что все честно. Вы делаете любые перемешки, когда зритель видит, что вы мешаете карты, но при этом вы не теряете верхнюю карту. И она остается, соответственно, сверху. Также можно сделать несколько фальш-подснятий, чтобы карта также осталась вверху. После того, как вы перемешали карты, каким угодно способом, сохранив вашу навязываемую карту сверху колоды, вы кладете колоду вот так и просите зрителя поднять сколько угодно карт и положить поближе к себе. Нам абсолютно не важно, сколько он поднимет, потому что сколько бы он ни поднял и ни положил, верхняя карта как была здесь, так и останется. То есть, смотрите, поднимет он столько, вот верхняя карта, поднимет он меньше, вот верхняя карта. Нам абсолютно не важно. Он поднимает, допустим, вот так. Мы убираем эту пачку, чтобы она вообще не мусоила глаза ни нам, ни зрителю. И мы просим взять зрителя вот эту пачку и задумать любое число. То есть, смотрите, первый свободный выбор зрителя это поднять сколько угодно карт. Второй свободный выбор зрителя это задумать любое число. Однако здесь создается такая иллюзия свободы выбора, потому что в итоге-то он все равно запомнит верхнюю карту. Смотрите, что это значит. Мы говорим ему задумать любое число. Ну, соответственно, чтобы здесь было столько карт. Допустим, он задумал 6. Мы просим его отсчитать по одной 6 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько бы он ни задумал, вниз пойдет верхняя карта. То есть, смотрите, вот она вверху, я ее переверну. Он подснял. Но сколько бы он ни задумал и сколько бы он ни отсчитывал карт, самый нижний сейчас будет карта, которая была вверху. То есть, смотрите, еще раз. Подснял. Вот сюда. Это мы убрали. Любое число. Давай 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как только он отсчитал и убрал вот эту пачку, либо мы ее просто у него забираем, либо он положил ее, мы ее забираем и кладем вот этим к этим картам. Потому что нам она больше не нужна и тоже, чтобы она не отвлекала зрителя. После этого мы не говорим ему запомнить вот эту карту. Мы говорим ему сделать следующее. Мы говорим сейчас подними эту пачку и поверни ее на себя. То есть, сделай вот так, грубо говоря. И именно это действие позволяет нам навязать карту. Зритель уже не ориентируется, что здесь было вверху, что было внизу, что где. Он просто поднимает, смотрит карту. Для него это нормально. Это свободный выбор, потому что он сам считал вроде, сам подснимал, сам выбирал число. До него не доходит уже под конец, какие манипуляции были и какая это на самом деле была карта вообще в колоде. То есть, он просто поворачивает, видит эту десятку. И после этого мы уже ее знаем. Дальше вы уже сами придумываете фокус. В начале видео я показал самое простое, что можно сделать. Это, наверное, самый-самый примитив прям. Но все-таки вы имеете огромное количество возможностей. Можно его обмануть самым простым и хорошим способом. То есть, есть те зрители, которые... Ой, можно я сам выберу, сам помешаю? Вот он вот так выбрал, запомнил. И вы говорите, убирай куда хочешь в колоду. Или говорите, перемешай эту пачку, чтобы карта там потерялась. И убирай куда хочешь в колоду. Вам без разницы, вы уже знаете, что это десятка пик. И все, вот так работает это навязывание. Надеюсь, оно вам понравилось. Я надеюсь, вам понравилось это видео. С вами, как всегда, был Неро Янг. Смотрим предыдущие видосы. Подписываемся на канал, если еще не подписаны. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно же, пишите мнение о навязывании в комментариях. Всем удачи. Всем пока.